Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам, как готовится один из соусов. Он называется, если перевести дословно, охотничий соус. По-немецки он называется егезосе. Егезосе, или охотничий соус, это приготовлен на основе демикласса, сливок и шампиньонов. Этот соус вы можете попробовать в любой немецкой забегаловке. Егезосе, или охотничий соус, едят с обычным нормальным шницелем из свинины. Итак, приступим. Для приготовления этого соуса мне понадобится тиммигласс, тимьян, чеснок, мускатный орех, лавровый лист, 30% сливки, кукурузный крахмал, соль, перец, масло растительное, шампиньоны. Шампиньоны я уже предварительно, плодоножки все с них убрал и оставил только шляпки. Шляпки я буду нарезать вот на такие, ну в зависимости от того, какие у вас по величине вы купите шампиньоны. Значит, у меня я разделил свои шампиньоны, я буду резать их на 6 частей, так как шляпки довольно крупные. Сами ножки я готовить не буду, я их оставлю для себя на будущее для приготовления мясного бульона. Количество ингредиентов вы найдете все под видео, я укажу их в рецептуре. Шампиньоны я предварительно очистил от земли и порезал на 6 частей. Добавляю растительное масло в сковороду и обжариваю шампиньоны на сильном огне. Они должны у меня жариться именно на сильном огне. Не добавляйте свои шампиньоны, если у вас сковорода маленькая, все сразу. Иначе они будут не жариться, а тушиться. Я обжариваю шампиньоны до золотистого цвета. Как они приготовятся, я их немного присолю и отброшу на гуслаг, чтобы с них стекла лишняя влага и масло. Сковороду я после этого очищу и добавлю туда демиглас со сливками и другими специями. Шампиньоны мои обжарились, я их присаливаю, немного перчу и отбрасываю в сито. Грибы опять отправляем в сковороду, добавляем кимьян, лавровый лист, демиглас. Как готовится демиглас, вы найдете на моем канале. Ссылку я укажу и сливки. Так как соус готовится быстро, я сразу добавлю чеснок. Соус осталось вскипятить, добавить мускатный орех, соль, перец по вкусу, загустить крахмалом и он как таковой готов. Соус мой немного покипел, интенсивный вкус чеснока исчез и теперь я добавляю немного мускатного ореха. Я развел буквально 10 граммов кукурузного крахмала и тоненькой струечкой. Возможно он мне весь не понадобится, я сейчас по густоте буду видеть. Мне нужно соус сделать немного гуще. Еще чуть-чуть буквально. То есть весь крахмал мне не понадобился. Еще немного поварю, буквально 2 минутки и все. И соус я выключаю, он у меня готов. Но чтобы соусу моему не было сегодня одиноко и скучно, я приготовлю к нему шницель. Ссылку я на шницель также вам укажу, вы можете точно так же приготовить. И приготовлю картофель по-деревенски. Ну и овощи. Ну из овощей у меня на данный момент в холодильнике находится морковь. Вот все это дело я и запеку в духовке. Приступаю к приготовлению картофеля по-деревенски. Картофель я почистил, я не стал оставлять кожуру. Порезал вот на такие уголки крупные. Картофель я присаливаю. Добавляю оливковое масло, немного. Добавляю красной сладкой паприки, порошковой. Добавляю немного копченой паприки. Совсем немного для аромата. Все этого будет достаточно. Росмарин, тимьян и чеснок. И все это дело перемешиваю. Обратите внимание, что я добавляю специи очень немного. Специи должно быть в меру. Так, картофель готов. Теперь к картофелю я также отправляю морковь. Ну, сюда мы только добавим соль и немного оливкового масла. У меня есть еще один сорт моркови. Осталось буквально у меня одна штука. Но ее нужно мариновать отдельно. Лиловая морковь. Потому что она очень сильно красит руки. Поэтому я ее мариную отдельно, чтобы она не соприкоснулась с другими продуктами. Осталось все это дело поперчить и в духовку. При температуре, я буду выпекать при температуре 210 градусов примерно 25-30 минут. Но я вам об этом еще сообщу, как долго она у меня была в духовке. Так, сковорода моя раскалилась и я начинаю выпекать шницели. Свои шницели, кстати ссылку вы найдете на моем канале, я ее дам. Я приготовил из свинины, то есть не путайте простой нормальный свиной шницель с венским. И выпекать я его буду частично на растительном масле, а частично на топленом масле. Как готовится топленое масло, вы также найдете на моем канале. А вот и те шницели, которые я приготовил, которые у меня из заморозки. Картофель мой готов, прошло полчаса, шницели уже через минутку будут тоже готовы. И я перехожу на стол для подачи. Ну вот, собственно, и виновник, из-за которого мы все здесь собрались. Ну вот, друзья, вот так естся свиной шницель в Германии. То есть именно соусом покрывается наполовину, чтобы часть хрустящая, какая-то часть еще от него оставалась. Ну на этом я заканчиваю и приступаю к ужину. А вам желаю также приятного аппетита. Попробуйте приготовить так же, как я. Если вам понравилось это видео, делитесь с друзьями. Ставьте лайки, оставляйте сообщения. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!